всем привет добро пожаловать ко мне на канал в новое видео я думаю что по заставке вы поняли что сегодня у нас будет снова продуктивное видео будем с вами готовить убираться но еще покажу покупки для дома и вообще мне столько всего столько разных новостей которыми хочется поскорее с вами поделиться поэтому давайте скорее начинать в среду мне все детки были дома мы вечером вернулись ездили по делам и мне нужно было быстренько что-нибудь приготовить на ужин и мой выбор пал на куриные наггетсы давно их не готовила у меня было куриное филе я его порезала на кусочки немножко отбила обратной стороной ножа а затем посыпала приправой хмели сунель все хорошенько перемешала затем обмакивала в яйце яйцо еще и посолила больше так нравится когда готовлю и солить именно яйцо не само мясо затем обваливал их в панировке и выкладывала на противень наггетсы я запекала не жарила в этот раз параллельно пыталась и монтировать видео для вас но потом поняла что очень-то много болтаю и сегодня под озвучиваю это видео сейчас четверг и дом монтирую его и решила удалить тот кусок где я много болтала потому что видео бы получилось просто наверное на час тут ко мне подбежала и я нужно было ее обнять быстренько успокоить обижали ее мальчишки потому что все дома постоянно ссорятся что-то делят дерутся то вместе дружно играют то что-то делят и сейчас у нас елисей стал активно отстаивать свои границы он чуть что сразу дерется бьет и смотрю кости на него смотрит тоже так стал делать и и в общем теперь елисей подает пример и постоянно у них сейчас драки такой вот период ну и давайте расскажу почему в среду мне дети остались дома мы ездили на третий скрининг 3 узи дети у меня очень хотели чтобы мы взяли их с собой на первый скрининг мы ездили с мужем вместе с елисеем на второй без деток и они очень расстроились что мы их с собой не взяли и вот на 3 и решили всех снять с садика взять с собой но и после еще у нас был запланирован визит к стоматологу деткам плановые посмотра проверили зубы у всех все хорошо или 7 недавно вылечили но вот кости нужно было нужно будет записаться сказали на лечение один зубиком нужно полить полечить но в понедельник во вторник мы с мужем занимались приятными такими хлопотами но очень энергии затратными для меня мы выбирали технику в дом мы все купили на кухню мы приобрели духовку и плиту в понедельник также взяли холодильник и стиральную машинку и сушильную а во вторник ездили выбирали посудомойку встроенную bosch оказалось ее не так просто найти но я посмотрела то что предлагали нам в видео в эльдорадо во всех таких магазинах мне не понравилось абсолютно качество но bosch сейчас таких магазинах не приобрести но мы нашли где у нас в городе это все можно взять и будет гарантия от магазина год так что все хорошо заказали теперь очень ждем но еще во вторник мы с мужем ездили купили на кухню стол и стулья очень красивые прям вообще когда все соберем я вам обязательно покажу но мне очень понравилось ну и конечно покупка техники это дело такое непростое я долго мучила консультанта все узнавала все спрашивала потому что для меня это было очень важно в эту квартиру всю технику муж покупал без меня и вам рассказывала потому что он ты делал в тот период когда мне родилась и плюс у нас мы костью готовили к операции мне вообще было не до этого мы просто приехали в магазин мне показал что он хочет я сказала ну вроде нравится и он приобрелся у нас все эти гарантии инструкции все в одну кучу было свалено я что нашла почитала изучила информацию но вот мы три года жили и думали что у нас индукционная плита пока полгода назад я не полезла в интернет искать что у нас за модель плиты и оказалось что у нас обычная электроплита ну я это подозревала ну уж не всегда убеждал в обратном вот но в этот раз я выбрала все сама все что нравилось именно мне цвет именно такой как я хотела и у нас теперь будет наконец-то и стиральная машинка и сушильная машинка по отдельности не как сейчас все вместе мы сейчас практически функции сушки не пользуемся потому что таймер пишет что через два спины часа все высушится по итогу все сушится шесть часов и бывает надо запускать два раза потому что одежда выходит влажная ну вообще мне не понравилось мне стиралка сушилка два в одном я вам уже об этом много раз говорила поэтому функции сушки мы тут редко пользуемся но стиралка нас устраивает у нас стиральная машинка фирмы hire холодильник в этой квартире тоже этой фирмы и в м-видео мы покупали всю технику на кухню стиральную сушильную машинку фирмы hire вот только у нас посудомойка bosch и еще мы не купили пока вытяжку не приобрели но этим уже будет заниматься муж он там смотрит ищет хорошие варианты но я тут на кухне пока с вами болтала приготовила наггетсы убрала их в духовку запекаться а теперь приступаю к овощам очень нам понравился такой вариант запекать и цукини либо кабачок нарезать кружочками вместе с баклажанами и также сверху просто натирать чеснок я еще поливаю маслицем немножко подсаливаю все это в духовку отправляем получается просто нереально вкусно я конечно мы все это не съедаем я убираю в контейнер и потом просто разогреваю понемножку там например на ужин когда что-то подаю нам с мужем например я тут тушила тунца и бурый рис и вот такие вариант такой вот овощей очень вкусно получается ну и как я вам уже несколько раз сказала думаю по видео видно что ко мне постоянно кто-то подбегает дети были со мной дома муж уезжал по делам как раз это было уже вторая половина дня все проснулись дневного сна ушли в детскую играли там и я быстренько туда готовила ужин и уже потом прибежала елисейка ему стало скучно мне помогать хорошо успела позаниматься мясом потому что и елисея у меня видит сырое мясо начинают тыкать туда почему-то пальцем их вот прям манит постоянно поэтому хорошо что успела разобраться с наггетсами пока не были заняты ну и вот что у меня получилось еще сварила деткам макароны на теперь давайте перенесемся в четверг девчонки сейчас показываем реальную жизнь как она есть дети вчера вечером занимались чем хотели у них тут был дом переезд куча игрушка сюда вытащена под столом дом тут у нас что-то тоже было какое-то творчество еще и я тут из бумажек вы навырезала одежда типа мы с кости отправили усили 7 садик вот только-только да занимались еще в твоей комнате да пижамы валяются и на елисе в общем сейчас будем все убирать потому что вчера мама не смогла до вчера вы играли потом пошли быстренько мыться и спать потому что времени много уже было не успели мы с тобой вместе все уберем поможешь мне хорошо спасибо пока устраняю погром поболтаю еще немножко с вами кости дала задание в гостиной собирать карандаши сама прибиралась тут на кухне потому что нужно было рассортировать игрушки по контейнерам вот я люблю чтобы каждая игрушка лежала в своем контейнере кости там например можно попросить собрать машинки он их все вместе соберет а все остальное просто свалит в одну коробку поэтому решила тут уже это сама быстренько сделать это просто на видео кажется что много а на самом деле все очень быстро убралась и пока в среду была дома с детьми одна решила заниматься точечно вот делами какими-то то есть там приготовила ужин потом ушла там разбирать гардероб ну какие-то такие вещи потому что заниматься уборкой смысла нет когда дети потому что они игрушки все равно раскидывают и потом мы просто проще их всех организовать вместе например перед сном чтобы давайте все быстро соберем уберем и и папа пропылесосит например но вот среду мы не смогли это сделать потому что мы сможем выбирали мебель мы составили список что нам нужно еще из мебели докупить чтобы вот заехать именно потом понятно в процессе можно будет еще что-то докупать но муж я так понимаю что хочет оформить какого-то там магазина он нашел доставку и там по моему с питера вот и вы проще сразу все заказать потому что доставка не дешевая но а также я вам говорила что на прошлой неделе мы ездили рисовали проект кухни гардероба шкафов детских встроенных нам все посчитали и мы решили что кухню мы точно будем брать вот у этих строителей у заказывать потому что на наши нестандартные размеры то что я хочу в леруа не сделать вот поэтому будем брать у них и например вот кухня нас там ящики выдвижные то есть ни разу у нас не ломались по качеству нас устраивают единственное что вы там магнитные шкафчики ломались механизмы эти но мы в этой кухне такого делать не будем и фасады мы долго тоже выбирали думали потому что хотим белые и светлые хотелось чтобы все это легко мылась ну посмотрим сказали те фасады которые мы выбрали искали их можно мыть меламиновой губкой ничего с ними не будет это вот не те которые как у нас сейчас нам сказали сразу что их мыть нельзя ну что я пробовала их мыть появляются такие пятна дырки стирается сразу покрытие ну и когда мы ехали рисовать кухню я думала что мы будем только кухню рисовать но по итогу мы рисовали гардероб и шкафы и конечно к этому я была не готова потому что по гардеробу вообще не представляла что я хочу например на там понимала что хочу много выдвижных ящиков и на этом все но какие размеры чего я не понимала и конечно то что нам нарисовали мне не нравится мы с мужем посмотрели подумали поняли что нам не нравится мы съездили в леруа посмотрели что там какие там размеры ну вот чтобы это все найти визуально видеть все замерили и я решила что буду сейчас сама сидеть рисовать думать что я хочу как сделать гардероб детская попросила шкаф там переделать кое-что поменять там немного потому что в принципе там особо не разгуляешься но гардероб это конечно целая отдельная комната которую хочется сделать максимально функциональной мы пока решили что будем сможем заказывать одну стенку но также там есть возможность сделать полки и на вторую стенку но пока вот решили что одну сделаем потом посмотрим потому что возможно я хочу чтобы у меня там был туалетный столик я еще этого не решила просто там такое место классно напротив окна также возможно хочу чтобы там у меня стояло кресло пока тоже думаю и еще гардероб у нас находится на солнечной стороне и может быть там вот у окошка какой-то стеллаж чтобы в дальнейшем там рассаду какую-нибудь выращивать не знаю но в любом случае у нас здесь на балконе есть стеллаж и киевский деревянный я хочу его забрать гардероб чтобы он там стоял пока ну первое время так точно потом мы если мы сделаем навес может быть он туда уйдет в общем посмотрим на мне сейчас главное продумать вот стенку одну и и возможно вторую там немножко прихватим еще там все усложняет то что там мансардный потолок именно вот в том месте где мы планировали полки и там небольшая там 160 сантиметров от пола то есть даже меньше моего роста высота в общем нашла я себе занятие в ночи буду сейчас вот вам смонтирую это видео буду сидеть на пинтересте думать смотреть варианты ну хотя бы сделала какую-то подборку для наших проектировщиков вот чтобы будем от чего отталкиваться потому что ну чтоб не на пальцах все это дело объяснять если получится что-то еще порисую на теперь давайте вернемся к нашей уборке почти везде уже навела порядок и здесь со мной в этой комнате спят дети поэтому тут и ин розовый слон с пледиком костины мягкие игрушки решила дрыхнуть постельную то что на нем было на просто много крошек и кости мне не особо помогал потому что он только проснулся как раз когда мне из елисеем уезжали в садик кости только встал и когда я начала снимать он еще был такой сонный на его попросил мне немножко помочь он что-то сделал потом сел играть машинки думаю ладно пусть сидит играет главное не смотрит мультики всем привет я сейчас дала костью бабушки и пошла в магазин не хочу посмотреть а мы купили индукционную плиту и я хочу на нее всю новую кастрюлю в общем все 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 хочу посмотреть фамилии может что-то есть и ну в общем такие для дома в магазине зайти фамилия кухенленд козье хом вот посмотреть что-нибудь может интересненько мне понравится потом вам покажу еще мне надо заехать сбербанк мне неправильно сделали там справки так что потом вернусь домой уже вернусь к вам пока у меня костя был у бабушки сейчас сейчас он поехал с папой к логопеду не мне закинули домой я решил устроить такой знаете наверное не знаю последний не последний но забег по магазинам перед родами и смотрела я не одежду товары для дома и мне нужно было в роддом кое-что прикупить по крайней мере начать уже это делать потому что время поджимает я тут прикинула чем я буду заниматься в мае и поняла что во-первых скорее всего мне уже сил в мае не будет ходить по магазинам во вторых половину мая дети дома вот плюс эти праздники сейчас у меня просто полно мая вылетит и останется там буквально несколько недель до конца и еще нужно много вопросов будет решить по дому с мебелью а в которых я принимаю активное участие выбираю мебель там с дизайнерами пообщаться и все такое плюс нужно будет еще и мыть дом и будут и должны будут в мае вроде как устанавливать кухню в общем будут такие приятные хлопоты поэтому хочется ну в общем я решила что устрою себе забег по магазинам сейчас потому что потом скорее всего просто этого будет некогда сделать мне дали такую возможность спасибо бабушке большое что посиделась с костей а сейчас вот он поехал к логопеду у него последнее занятие логопед уезжает на дачу наша давайте начнем с магазином фамилия покажу что там купила во первых такая форма для выпекания от бренда стал я знаю что это классный бренд у них есть очень красивые такие чугунные кастрюли я очень хочу себе я сейчас стала активно изучать тему вот этой вот посуды которая выделяет всякие вредные вещества вот и я понимаю что нам по стирю на кухню не подойдет как у нас сейчас вот это из нержавеющей стали ли как она правильно называть такая вот как железная посуда не хочется мне такую больше вот и я хочу чугунную я знаю что она подойдет на индукцию там надо правда смотреть но научить железные конечно сложновато ухаживать это нельзя нужно не желательно быть посудомойки но очень мне хочется и они конечно дорогие на и я когда стала искать я увидел что там бренда есть такие кастрюли вот и я пошла фамилию увидела такую форму для запекания и она стоила 1199 рублей мне кажется это очень выгодно для такой формы потому что на вал береси бы на зоне она бы была дороже двух тысяч мне кажется размер у нее 26 на 20 по крайней мере там был такой же салатник большой вот такого цвета вот как не знаю серо-кремовый какой-то вот он стоил там тоже 1199 рублей хотела его взять но потому что я знаю точно что это дешевле чем на вал береси на зоне брать я его хотела взять приобрести но у него был здесь краю такой небольшой скол и я решила не не буду вот мне нужно там был больше размер он стоил на тысячу рублей дороже но мне нужен был именно такой и в этой форме можно замораживать например делать какие-то заготовки что-то замораживать потому что у меня это сейчас будет актуально я думаю что в мае я несколько хотя бы там на ужинах 5 заготовок сделаю во первых потому что на лето это очень удобно вот но во вторых не скоро предстоит встреча с ляльчика и чтобы облегчить себе жизнь заготовками я планирую позаниматься но посмотрим как получится будут силы будут желания будет настроение обязательно сделаю это вот так что буду пробовать она очень тяжелая такая прям знаете классно вот проверила вроде сколов ничего на ней нету так что будем пользоваться и это вот такой контейнер стеклян у меня есть такой побольше этой же фирмы фирма назвать мелани этот идет на 0 37 литров такой прям малыш малыш и этой жаропрочного стекла контейнер в нем можно тоже делать какие-то заготовки замораживать например там готовые ужины какие-то чтобы только достал открыл крышку правую духовку вот это очень удобно мы сейчас при норовились к таким контейнером и у нас сейчас минимальный набор посуды потому что я несколько кастрюль выкинула у нас одна кастрюля на 5 литров две маленькие такие оля ковши такие кастрюль прям маленьким их там для каш что-то подогреть супы используем но нам бы одной хватило нас от в одной дно испортилась нужно выкинуть 1 на 5 литров для супов для компотов две кастрюли на два с половиной литра тоже там для супов для компотов если это нам с мужем варю то нам принципе вот это на 2 стены литра хватает и одна кастрюля я не знаю насколько на 2 или на полтора литра для того чтобы варить гарниры и когда мы все это дело съедаем мы убираем в контейнер и потом когда на следующий день там но остатки убирают контейнер там ужинаем или там через день до нас у хранится в контейнере в холодильнике просто достал открыл положил духовку разогрел это очень удобно вот но так как у нас нет микроволновки мы специально отказались вот очень удобно мы приноровились то есть накладываем порционно например у меня такие контейнеры побольше я в них сразу раскладывают из прикидываю сколько съест муж и ему раскладываю еду в них он просто достал разморо ну то есть разогрел и сразу ест может есть даже с этого контейнера не стеклянный красиво смотрится на столе вот поэтому был такой один по скидке за 209 рублей остальные были по 300 рублей поэтому я его взяла но он тоже хороший не сколов ничего нет я не знаю почему стол 209 рублей вот эта фамилия и также фамилия я еще взяла к нам дом я не знаю если мы летом там будем приезжать туда знаете там оставаться на ночевке жить там потому что в принципе кухня там будет это все зависит от того сделать там уж кровати нам не сделать потому что стол стулья мы уже купили в принципе техника тоже куплено ну вот если все успеют установить там до июня если мы все успеем намыть разложить то в принципе мы можем уже летом туда приезжать у меня уже на подоконнике растут цветы и я планирую их посадить вот в эти штучки вообще можно конечно такое сделать и самому здесь уже специально идет это вот такая пакет да как клеенка не клеенка что это чтоб земля не высыпалась вот и она стоила эта штука 589 рублей я считаю что хорошая цена за две штучки вот потому что там одна такая вот большая стоила 489 рублей а тут дверь найдется конечно с них сыпется и качество такое но для улицы нормально на балкон я бы наверное не стала такую ставить там была подобротнее корзина вот тугу я взяла на балкон буду пока хранить в пакете потому что с нее дико просто сыпется а потом уже когда будем вещи перевозить отвезем ее в дом и также притащила и фикс прайс покупала для дома вот такую штуку в туалете хочу поставить на первом этаже и туда какую-то зеленушку может там у нас есть окно подоконник вот туда это хочу поставить по цвету подойдет и сейчас я вот такие горшки снова появились как кошки ведра фикс прайсе хочу такое кремовое взять поставить на кухне у нас на окно вот если дойду до фикс прайса но я уже не знаю когда потому что завтрашнего дня у моих детей младших начинается а-ля больничный вот и продлится на неделю на соседи делают ремонт надеюсь что этого не очень слышно дальше зашла в магазин домовой и приобрела тоже жаропрочный контейнер не было скидка вот поменьше вот такой вот один по моему стол 300 рублей другой 400 не могу найти на сколько он литров ним тоже можно замораживать на 630 миллилитров вот и побольше я взяла на 1 литр вот тоже можно ним заготовки делать и все тоже достал крышку открыл и ручка отвалилась ну ладно вот и убрал духовку должно быть удобно посмотрим насколько это будет в жизни ну вот единственное что у меня все контейнеры были вот тут-то как просто вот так вот и и отодвигаешь да на этих контейнерах съемная ручка она вот так снимается вот но и она просто тут видимо что-то сломано сломано ну ладно ты в магазине не углядела ладно ничего страшно в принципе на это на использование этого контейнера никак не влияет я уже не поеду менять не просто не хотите заниматься вот ну ладно надо было на самом деле вот такое большой контейнер еще один взять и что-то поздно об этом подумала если я знала что у меня с магазин заберет муж я взяла еще потому что сама я конечно замучилась это таскать я поносила чуть-чуть ему же сразу написала и он сразу за мной приехал потому что тяжело очень вот одна эта форма просто чего стоит она тяжеленная дальше что мне я покупаю так как он сказал уже что вы собиралась потихоньку в роддом приобретая всякие штучки мне нужно было купить миниатюры и миниатюр много в подружке вот и я сейчас с вами прям все сложу что у меня есть косметичку значит что я взяла вот такой вот шампунь от кинсука наверно надеюсь правильно читаю название у меня есть от них лак для волос мне очень нравится взяла от них шампунь без силиконов без парабенов в маленькая бутылочка удобно с собой брать если вы путешествуете вам тоже будет актуально вот буду пробовать роддоме дальше вот такое показывала это взяла в ленте в прошлый раз вам показывала по моему от леврана гель для душного можно было не брать потому что покажу дальше чем можно другим его было заменить но взяла так чисто что из запаха лаванды я у меня нравится если захочется расслабиться в душе насколько это будет возможно сделать после родов вот такой мини дезодорант тоже что большую упаковку не тащить маленькая штучка сразу убираю в косметичку вот от тоже того же бренда что и шампунь я взяла маску для волос но тут я думаю хватит не на одно применение но и не уверена что есть воспользуюсь потому что обычно ты там быстро моешься потому что переживаешь что вдруг ребенок проснется еще что-то вот но можно помыться нанести на волосы какое-то время например с ней походить если в палате будет тепло так дальше что если взяла что беру всегда в роддом и да и побольше это масочки для лица каждый день их стараюсь делать ну что там больше принципе нечем заняться если ребенок спит вот вот такого бренда darling я часто заказаны золотом яблоки маски мне нравится они без запаха так что сто процентов можно брать в роддом вот я хочу еще заказать если будет заказ на полотном яблоки пока кладу вот эту которую мне есть потому что забуду использую и потом будет брать нечего и как раз на эти тканевые маски такая штука с которой лучше лежать потому что она все оттягивает кожу вниз как раз в роддоме заняться нечем буду лежать масками дальше взяла от farm stay такую маску с коллагеном питательная но пахнет нет вот эта маска точно пахнет то что на ней написано что парфюмированная с ароматом розы мускуса но мне очень понравилась упаковка такая милая вот буду все понимать настроение спасибо соседям же взялась и такие носочки вот так они выглядят я ни разу их не пробовала тут есть 169 рублей на ноги вот чё еще там в роддоме делать можно еще я не были такие от стеллари вроде неплохие надо будет посмотреть магнит косметики потом до него тут идти ближе вот так что пока складывал в косметичку потом уже буду когда собирать сумку уже смотреть просто чтобы она все лежала мне в одном месте вот еще мне нужно найти миниатюру пасты какой-нибудь там набор для чистки зубов ну вот из-за такого вот как мой папа гритрыльно мыльно наверное это все вот и также зашла в детский мир взяла вот такой вот гипоаллергия на жидкое мыло 0 плюс от синергетик вроде как у них составы неплохие написано слс 0 процентов слс парабенов силиконов минеральных масел красителей мне нужно было именно не бы чтобы это была небольшая баночка чтобы был натуральный состав и чтобы была вот такая штучка вообще всем трем своим детям кости или сил покупал одно и то же средство вот первые полгода там жизнью подмывала им пока нужно было вот это может поменьше пока все это плохо дело просто водой отмывается и нужно какое-то средство особенно там первые дни вот этот миконий он плохо отмывается водой и желательно использовать еще какое-то средство я брала от натуры сибирики мне очень нравится у него хороший состав но его нигде не могу найти наверное они вы просто сняли с производства это средство поэтому я вот зашла в детский мир смотрела что там есть читала составы и общем решила взять синергетик небольшая бутылочка есть этот дозатор и по идее мне можно было гель для душа не брать просто вот этим помыться вот но как бы ладно если мне тоже не подойдет шампунем то что но редко но бывает такое что голова мне пачкается от шампуня не знаю там через час через два но это очень редко бывает вот этой штукой голову тогда мыть вот конечно хотелось это что беру раньше потому что я тема и голову мыло и свое тело и ничего и уже на детях проверено но видимо его просто сняли с производства нету так что взялась энергетик будем пробовать потому что другие форматы такого средства неудобны то есть там и были там баночка это надо одной рукой выдавливается ты одной рукой так держишь малыша быстро надавил помог все вот что очень удобно и кладу тоже в косметичку с собой пока буду потом разбираться смотреть и также кладу себе в косметичку вот этот крем иначе его просто использую он такой классный который в прошлом видео показывала вот собрала буду все свои богатства покупки прятать одну и ходила в наши магазины но ничего того что я хотела вот не нашла ни кастрюль ничего но зато я знаю теперь потому что да дальше мне скорее всего будет даже некуда ходить это все искать вот так что я уже теперь точно знаю что нет смысла туда идти искать тратить на это время проще все заказать в интернете мы после того как мы утром с кости прибрались собрали дом в порядок быстренько собрались и уехали костя поехал как я сказала в гости к бабушке ну а я тем временем успела сбегать в магазины и сбербанк решите свои вопросы пересеклись мы с мужем пообедали вдвоем и потом поехали уже за кость они мне закинули домой пока вот меня было немножко времени я записала вам видео потом переоделась в растянутую удобную домашнюю одежду и приступая уже к уборке буду пылесосить мыть полы обязательно это нужно было сделать потому что впереди у меня будет неделя со всеми тремя детьми но потом еще до седьмого числа и с елисеем все равно будут дома поэтому уборка будет заниматься особо некогда но также впереди вербное воскресенье паска хочется все равно как-то подготовить дом поэтому решила что вот сейчас помою пол потом завтра если буду успевать еще что-нибудь поделаю там например в детской нужно рисунки оттереть от стен влажной уборкой позанимаясь но вот такое глобальное помыть пол сделаю пока никого нету быстренько и также мне нужно было отодвинуть диван потому что недавно в субботу с вами видео отодвигали мыли все внутри пылесосили но воскресенье я ходила в кладовку оставила мужа с и или 7 одних тут практически на три часа и когда вернулась домой дома был просто какой-то хаос бардак и я честно так расстроилась ему же говорю ну почему мы же вот с тобой убирались вместе почему опять такой кошмар творится но он был занят своими делами если 7 своими и также много пазлов улетела у нас под диваны и в в общем я решила пока детей нет разберу все пропылесошу внутри все подостаю пока есть время и я одна ну и давайте еще поболтаем по поводу дома мы во вторник с мужем туда ездили делали там замеры в гардеробе в общем чтоб я точно все могла нарисовать и также взяли воду на анализ и в среду уже муж ездил забрал результаты анализа надеюсь что если мы поставим фильтры в кладовке то у нас воду можно будет пить прямо из-под крана но сказали нет нас вода будет техническая и на кухне нужен будет дополнительный фильтр осмос по моему от барьер муж купил вот и пить можно будет только воду из-под фильтра но мы наверное эту воду из-под фильтра будем использовать для приготовления пищи там для чая для супов еще чего-то именно для питья будем ездить продолжать на родник потому что нам там очень нравится вода ну и честно говоря мы не думали что нужно будет столько-то много фильтров и в общем нужно будет в кладовке кое-что переделывать переносить тоже сейчас то вылетит нам в кругленькую сумму потому что там уже пожарная сигнализация все 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 установлено но муж говорит нужно будет все это переносить в другое место в общем дом это дело такое постоянно что-то вылезает выскакивает какие-то дополнительный трах постоянно что-то всплывает что-то сделали не так то строители то мы там объяснили то вот с фильтрами например да нам вроде сказали что там небольшие мы прикинули так все муж рассчитал что где будет стоять но потом оказалось по другому но это все ладно мелочи главное что все это решаемо и потихоньку дело движется концу чему мы очень рады на самом деле уже очень ждем переезд и все уже и дети и мы одной ногой можно сказать уже в доме уже в мыслях о том что как мы там будем жить и дети постоянно представляют и мы с мужем тоже и когда мы туда с детьми приезжали из кости и они постоянно на улице находят там занятия вот в общем мы замечательно просто на свежем воздухе в общем уже очень-очень ждем но я тут все пропылесосила и теперь начинаю мыть пол и как раз когда я все подготовила постучался мужу дверь принес мне спящего костью они вернулись занятий но костя поспал где-то минуту две у нас соседи делают ремонт начали сверлить он сразу проснулся как я не сплю не сплю но я решила домыть пол пока тут одна с костей муж с ним играл мужа было буквально минут 30 посидеть дома и потом ему нужно было ехать садик за и и елисея ну и давайте поделюсь вами еще одной новостью немножко для нас грустной это решение далось нам непросто мы долго думали что нам делать в общем но решили поступить так в общем мы отдали обратно нашего друга нашего марселя уже все к нему очень привыкли но мужа было него началась сильная аллергия причем у него такое было из бони но мы ее как бы возили на груминг мыли вычесывали и когда все эти процедуры проделывали мужу становится легче легче у него нет никакой там сыпи найти такого нет что он прям вот задыхается но аллергия есть потому что ну сначала мы думали что это не она но тут муж стал пить супрастины и от супрастины ему прям намного легче становилось я делала уже все что можно мы марселя не мыли там раз в две недели вычесывали возили на груминг вот буквально недавно снова свозили его помыли подстригли поставили в доме увлажнитель очиститель воздуха ограничили марселю тут вот где он может ходить чтобы по когда муж дома именно он вот не ходил здесь в гостиной на кухне чтобы вот он был вот тут в коридоре поставили ему сюда миски но ничего не помогало сейчас ему стало прям вот резко хуже именно сейчас все симптомы усилились у него такое же было с бонни но не так сильно и когда бонни мы по моим вычешем все это проходило в принципе с марселем в начале тоже 1 после первого груминга ему стало полегче ну вот а сейчас прям все резко намного хуже стало но еще возможно конечно все это обострилась на фоне чистки поэтому пришлось нам его отдать обратно но мы договорились что будем его брать когда соседи будут уезжать потому что им некому его оставить посмотрим может быть сейчас станет мужу полегче после чистки и спрашивали тоже по поводу чистки что за чистка а потом вам наверное расскажу покажу сейчас на что же поздно озвучиваю не забыла это днем сделать сайт коробочку показать какие препараты сейчас муж принимает этого чистка не магири потому что спрашивали про магири или нет это бадами и я сама эти очищающие программы пью с детства мои родители их пьют и муж вот второй раз в жизни проходит эту чистку ну и от нее есть результат и этой фирмы бады я пью все беременности все детство их пила в общем на них моя мама восстановила себя после операции в общем то то в чем я уверена чем потом я вам покажу наверное следующем видео как бы ни какая-то не реклама ничего то есть но просто кому интересно можете загуглить потом посмотреть в общем на раз следующем видео потому что сейчас озвучиваю уже поздно это хранится в комнате у моего мужа так что потом достану вам покажу но я тут уже помыла полы и на кухне дети вчера ели клубнику замороженную накапали и прилипла бумажка в общем пылесосом когда полы мыло не отошло это все решил взять тряпочку потереть но все это быстро отошло и также увидела там пятна которые пропустила тоже потерла их постелила коврик и принялась за порядки на кухне нужно было разобрать посудомойку и сделать ужин ужин у нас будет сегодня простой из того что осталось вчера потому что когда дети у меня ходят садик вот если ли 7 приходит часто сыт и едят мало поэтому часто у нас остается и я могу на второй день дать но например вчера они ели эти наггетсы с макаронами а сегодня я еще сегодня не ели наггетсы с гречей поэтому мне нужно было поставить просто отвариваться гречу и поставить духовку разогреваться наггетсы и овощи которые у нас остались со вчера но еще я решила сделать сегодня банановые кексы ну и так как мой муж сейчас на чистки кексы я делала без сахара у меня в телеграм-канале есть рецепт я его немножко видоизменила под нас заменила муку пшеничную на цельнозерновую а и также я добавляла вместо одного-два яйца не добавляла сахар и у меня еще оставалась сметана который срок годности подходил концу решила ее тоже добавить хотя в рецепте ее нет шоколад я в кексы добавляла без сахара там потом дальше увидите молола его от по-моему от красный октябрь покупаю горький шоколад мне нравится его добавлять выпечку но еще на ужин порезала нам овощи у меня муж и дети больше любят когда овощи порезаны сначала я разрезала огурцы потом пришила что надо его огурец точнее пришел что надо его почистить в общем да беременный мозг уже потихоньку отказывает ну и себе сделала салат с помидорами просто порезала помидоры потом добавила туда сметану вареную гречу все перемешала мне было очень вкусно но детям я и мужу порезала просто все овощи помидорки огурцы редиску почистила но от кожуры не стала чистить ну что она нормальная не горькая была и потом еще сельдерей достала вот им вот такой формат больше заходит чем салаты а я наоборот люблю больше салаты позапрошлом по моему видео спрашивала вас про роботы-пылесосы просила прошла какие марки и чем вы пользуетесь много комментариев получила спасибо вам большое за обратную связь но мы с мужем сели подумали и решили что робот-пылесос нам пока не нужен во первых здесь в квартире некуда его оставить потому что когда сейчас летом дети будут дома и все эти игрушки постоянно все вот тут будет вытащена поэтому есть большая вероятность того что просто элисей его сломает куда-нибудь нажмет я не догляжу но этим он стабильно занимается у бабушки он постоянно включает у нее роботы-пылесосы ему очень весело что он с ним разговаривать начинает ну и плюс мы посмотрели характеристики их сравнили с нашим томасом и поняли что лучше его для нас наверное ничего нет ну по крайней мере не сейчас в эту квартиру решили уже не брать потом в доме будет площадь побольше посмотрим надо будет приобретем и плюс сейчас так как марселя нет стало намного меньше грязи и шерсти нету меньше песка в квартире ну пока муж помогает мне каждый день пылесосе но девчонки я была бы не я если бы не заказался что-нибудь другое я заказала парогенератор просто очень его жду хуже постоянно проверяю когда же он придет вот как все придет обязательно вам покажу урвала его на зоне по очень хорошей цене по очень выгодному предложению и уже смотрю на сочи не зашла что цена стала выше там сейчас какая-то распродажа идет и смотрю кастрюли можно очень выгодно приобрести который я хотела и под парогенератор я ухватила вот очень очень сильно его сейчас жду большие у меня на него оде надеждах потому что просто мечтаю отпарить наши все шторы ну и плюс замучилась этим отпаривателем philips который вам показывал отпаривать и на платье поэтому я надеюсь что парогенератор будет просто спасением ну и на сегодня у меня еще в планах было помыть кухню помыть фасады просто протереть и даже тряпочку достала положила мне просто надо было все это протереть для поддержания чистоты порядка но после того как я приготовила ужин я резко стала клонить в сон поэтому я мужу говорю сам разбирайся детей корми кексы в духовке и я пошла лежать отдыхать спать поэтому когда уже встала вернулась мы быстро навели порядок собрали игрушки муж перед сном пропылесосил пошел укладывать спать елисея я тут со старшими воевала они не хотели спать один кекс у меня дети съели остался еще один маленький вот он еще стоит в духовке надо бы сейчас пойти достать с формы но быстро они его скушали значит он был очень вкусный ну и когда со мной дети дома я стараюсь делить свои свои дела так например вот мы с утра проснулись что-то вместе поделали пошли там погуляли куда-то поехали вернулись домой пока у детей дневной сон я тоже легла отдохнула ну либо вечером отдохну детей на мужа ставлю если знаю что будет такая вечер у меня возможность вот но потом во второй половине дня если вечером если я днем не спала то я днем что-то готовила если я днем отдыхала то вечером готовлю но если не готовлю занимаюсь какими-то домашними делами в общем стараюсь днем обязательно отдохнуть и потом вечером когда укладываю детей спать остается мне такое время для себя вот что-то тоже по дому стараюсь поделать там например стирку разобрать навести ванной порядок чтобы с утра проснуться было более менее чисто в квартире но когда дети у меня все ходили в садик то я просто ложилась спать вместе с ними пораньше там типа часов в десять и полдесятого а потом в течение дня старалась по максимуму сделать все свои домашние дела чтобы просто вечером пораньше вместе с детьми лечь но днем уже спать не ложилась после того как я все приготовила сразу же убираю грязную посуду на вожу порядок на кухне и до отдыха в прошлом видео мы с вами мыли диван он опять запачканный не знаю что это то ли костю пил свою травку там очищающую то ли что там такой травяной сбор может капнул не знаю муж сказал помыла его плохо вот надо чтобы он сам его нам и не знаю когда у него это получится и что хотела про диван рассказать у нас вот эти подушки наполнитель у них просто разные вот такие куски поролоновые я сейчас связалась швей который может нам поменять сшить новые нормальные подушки сделать нормальный наполнитель а вот потому что например я их стирала и у меня не стали рваться но и не уверена что этот стиральной машины вот в общем где она порвалась и зашила единственное я не зашила где молния мне вот мама мужа я в этом особо ничего не понимаю вот но мама мужа хорошо разбирается не надо зашивать где вот оторвалась от молнии проще уже новые заказать подушки вот поэтому они у нас вот такие страшнючие уже все вот но что хотела сказать про диван когда у нас у нас стала периодически отодвигаться сама вот эта штука то есть ты сидишь облокачиваешься она отъезжает и дети стали активно играть они вот а специально немножко отодвигают велись и например сидится и начинает немножко толкать и отодвигается сидушка вот и сидит туда ноги запихивает в дырку и играет и вы там очень много игрушек было вот чем неудобен это диван что вот тут щель вот тут вот тут туда все попадает постоянно не знаю с первого дня я туда вилки достаю периодически карандаши расчески вот но классно что вот эти штуки они полностью съемные вот в общем хотели мы другой какой-то диван но у этого в принципе хорошая ткань конечно вот видно да что такие вот как желтые такие пятна вот но она классно в том плане что если на нее попадает какая-то жидкость то не сразу впитывается то есть если ты увидел то может быстро вытереть тряпочкой там чем-то вот и на нем удобно сидеть поэтому и у него хорошая цена поэтому мы с мужем думаем в дом взять такой же мы еще смотрели киевские нам ничего не понравилось вот единственный минус то что вот они отъезжают я не знаю может что что-то затянуть надо хотя мы его вот так часто не раздвигали но тут стал отъезжать и вот эти щели куда просто все попадает вот пожалуйста не увидела машинку кстати я здесь пылесосила достала отсюда карандаши машинку не нашла вот еще когда садишься ну вот так вот немножко отходит да и падает если что-то на диване лежит конечно спасением будет чехол вот если будет чехол тут как бы везде то есть это такого по идее не должно быть ну посмотрим не знаю в общем подумаем еще поищем варианты потому что этот нам нравится по цене и мы посидели на икеевских поняли что этот удобнее вот вот такие красивые кадры снимала воскресенье насчет тогда был снег сейчас он уже весь 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 вечер шуршала в кладовке вышла с нее и тут такая красота меня ждала заканчивается этим видео девчонки спасибо всем за просмотр и всем пока